дорогой александр сейчас секунду идет запись уже да я тебя приветствую сердечно дорогой александр давай вот у нас завтра 8 марта и поэтому мы сейчас сразу быстро поскольку все женщины заняты сразу ты скажи я тоже скажу в конце потому что я тоже тренер по ключу и чемпионов мира и олимпийских чемпионов и ты такой известный известный чемпион известные по единоборствам и вот женщина будет приятно услышать от тебя вот и от меня наверное тоже я тоже добавлю один маленький прием ключевое дыхание одноминутное и так ждем давай добрый вечер касая магомедович я рад что вы опять меня пригласили продолжить наш первый разговор который у нас недавно состоялся сначала решите от имени меня там от вас и от всех которые я тренирую поздравить всех женщин с наступающим про международным женским днем здоровья счастья и успехов мы закончили на том о том что есть три будущее прошлое настоящее будущее будущее надо планировать планировать и когда у нас тараканы все в голове у нас укладываются они не воюют между собой то тогда мы можем спокойненько все планировать но такого состояния будущего и прошлого у нас нету состояния вот только сейчас здесь и здесь и сейчас так вот в чем именно смотрите я тогда в первом видео говорил что человек боится всегда неизвестность это будущее правильно это и есть будущее будущее оно всегда и будет будущее сколько бы ни делали будущее всегда будет будущее прошлое мы переживаем что мы не так сделали монета но есть настоящая здесь и сейчас когда вы меня спрашивали как это какое состояние как ходить как расслаблять язык и более еще подробно я чуть расскажу когда человек напряжение напряглись появляется страх и вот вы заметите что когда тело напряженное язык он как-то более жар он как в трубочку жар и вот когда мы его расслабляем и он полностью у нас становится как бы плоский у нас останавливается внутренний ядерок это то что через что мы заходим уже в то состояние здесь и сейчас так вот и есть у нас прошлое этом у нас переживание а будущее у нас страх а они имеют окраски разные страх боязнь там переживания и так далее их очень много не надо может дождались но у каждого человека они у всех есть у каждого человека поэтому надо научиться не отталкивать не как бы сказать не убегать от этих всяких переживаний а надо просто уметь проходить через них я сегодня вам покажу упражнение только вступительное их несколько упражнений для того чтобы научиться работать это же а я покажу сегодня только вступительное откуда все и начинается вы понимаете что каждый человек когда у него находит страх или переживание он старается любыми путями уйти от этого избежать уйти или что-либо там принять или чем там заняться но уйти но если мы от них убегаем они все равно надо гонять голова постоянно с нами правильно конечно заметьте каждую секунду каждую минуту у нас постоянно стрелка туда-сюда будущее прошлое будущее прошлое боимся переживаем боимся переживаем боимся переживаем так вот именно золотое середина это 0 когда мы сидим и спокойно но для этого надо научиться входить в это состояние и вот я сейчас вам даже покажу первое такое вступительное упражнение можно закрыть просто закрыть глаза и просто смотреть ничего не делать не думать не убегать ничего там не делать просто смотреть вперед вот представьте закрываем глаза и мы смотрим и вы увидите мысли постоянно будут у нас как течь одна вот это заканчивается другая так вот нам надо обращение что-нибудь там делать а просто не обращать на это внимание не на переживания не на хорошие мысли не на страх не на что-нибудь там не на радость просто мы закрытыми глазами смотрим и ничего мы не делаем и увидите что мысли которые приходят они быстро останавливаются они быстро но если мы за них цепляемся цепляемся за переживание за страх они еще нас больше закручивают больше больше все больше и больше и больше так вот нулевом состоянии когда мы здесь сейчас мы учимся когда я сижу мне спокойно я просто смотрю за и за своими мыслями все и как только у меня появился переживание страх я сразу отцениваю а что у меня пришло если у меня страх я сразу понимаю что это страх я боюсь значит я опять что делаю опять вхожу состояние я здесь сейчас нулевое состояние если переживаю то чем не переживать она уже все прошло и опять стрелку я опять нулево как вы говорите стиль чтобы как только начинает вот эта стрелка бегать туда-сюда я просто опять закрываю глаза и вхожу в это состояние а я ослабление языка это мне позволяет войти в это состояние где мне спокойно хорошо и вот когда он начинает в прошлое или в будущее просто не обращайте внимание просто смотрите мысли как начали так они закончатся и если мы за них не цепляемся понимаете мысли нам ничего не могут сделать это просто воздух да 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 перед нами не стоит стопором или там говорит о том что сейчас я вас разорву там или еще что-нибудь нет это просто воздух мы сами этот воздух создаем мы сами его боимся и сами от него убегаем накручиваем мы накрутили себе воздух этот в голове и потом мы думаем а что нам делать потом с ним ищем какие-то там способы для того чтобы остановить так вот если и вот это если мы осознаем о всем что это просто воздух понимаете мысли нам ничего не могут сделать взять например смотрите у одного в африканской стране украли 100 рублей что мы сейчас на это скажем ну и что правильно нет это правильно ты скажи как язык остановить чтобы мыслись честно так вот а у одного африканца украли 100 рублей ну и что но если мы скажем другое предложение что у нас украли 100 рублей мы начнем сразу волноваться и переживать и бояться это отношение наше к этому так вот мысли всегда бьют нас тогда когда у нас наше отношение понимаете один безразлично относится к этому а другой очень сильно переживает когда эмоции есть а ты говоришь о том что надо эмоции убрать и обнулиться да и вот тогда будет спокойно поэтому когда мы относимся к мыслям спокойно не цепляясь за них нам хорошо и что пропускаем их пропускаем да да вот интересно наблюдать как облачка проходит через солнце мимо солнца но она же ничего ему сделать тоже так же и мысли ничего нам не могут сделать только это отношение наше личное отношение к этим мыслям и вот эти вот наши отношения к этим мыслям нас и гробит мы боимся мы переживаем мы там что таблетки глотаем мы что-нибудь но если научиться в нулевом состоянии управлять себя а если вы захотите я проведу и второй и третий где именно расскажу как именно в это состояние входить и как не успокоиться так вот если мы относиться будем к нашим мыслям как к воздуху то будет все хорошо это как вы говорите всегда это что и вот ваши эти упражнения они же тоже самое это очень я благодаря этим научился сначала мы делаем бурю потом делаем ноль а потом делаем положительные переходе то же самое и здесь есть у нас какая-то в голове мы просто стоим я здесь и сейчас мы останавливаем внутренний диалог а язык именно он понимаете вот человек когда напряжен у него все напряженные и вот когда человек напряжен у него идут все мысли плохие но когда человек расслабился у него останавливаться но если сильно расслабиться то тогда пойдет апатия нам ничего не охота нам ничего не мы не будем делать так вот этот ноль это и есть золотая это как бы сказать середина поэтому человек заниматься вот этот тренинг это поднять настроение самогипноз это сделать пониже опустить чтобы мы расслабились а вот эта середина если мы поймем это будет очень здорово мы очень поймем и как работать своим головным мозгом и мы научимся с этим воздуха который сами создаем мы научимся с ним бороться и вот это расслабление вы возьмите например касаемо бедович возьмите чуть-чуть сожмитесь и вы увидите язык обязательно сожмется в трубочку да 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 он прямо уходит под небо туда вот округлите а вы возьмите его просто сделайте опять плоскими и тоненькими и ваш взгляд другой ну как это сделать объясни всем чтобы было понятно вот как его сделать вот таким как ты говоришь это напряжение просто как можно больше расслабиться пускай он разойдет как лежит когда вот человек спокойствие язык не напряжен он расслаблен он просто лежит и все ты говорил в прошлый раз очень хорошее слово образное растворить язык а если не надо больше я его просто растворяю и когда говорят что слюни выходят ты просто их все равно глотаешь и все равно но если мне надо он все равно захочет когда там заговорит я опять его расслабляю то есть мы мысленно сопровождаем наши мысли микро движениями языка напряжение расслабления языка напряжение расслабление это держит как якорь наши мысли а если мы язык расслабим связь обрывается и мысли успокаиваются успокаивается вот иногда вы в комментарии написали а как перед сном перед сном это очень хорошее есть в армии всегда такая как бы сказать не система сделать что перед тем как быстро уснуть надо что сделать глаза закрыть чтобы они слиплись расслабиться и дышать человек быстро засыпает отлично ты уже сказал да я уже расскажу более подробно как ходить из состояния прошлого в состоянии 0 или состояние будущего для того чтобы мы было спокойно это мы сделаем следующем ролике да а сейчас я добавлю а кто не может сразу вот так сделать как александр предложил потому что ну уж слишком большое напряжение может быть а надо нам за минуту это сделать допустим тогда мы включим эту минуту ключевое дыхание чем бы вы не занимались идете сидите лежите на гармошке играете неважно готовитесь к экзаменам к выступлениям к чему угодно к общению если вы за одну минуту время от времени будете прислушиваться вдох у вас теплее или выдох дышите через нос вдох теплее или выдох а думайте при этом о чем угодно и делайте то что вы делаете вдох теплее или выдох буквально через минуту напряжение падает лишнее наступает то состояние которое говорит александр спокойно и свободная голова становится ясно и появляется уверенность такая внутренняя душевный покой и все вопросы решаются у вас уже легче и мы с александром вам желаем в день 8 марта быть здоровыми и счастливыми и здоровыми здоровыми скажем следующим тем потому что если вы прием александра с растворением языка и ключевое дыхание одну минуту будете соединять то у вас будет сразу потрясающий полезный практический эффект а еще касаемо магомедович если например у вас будет такое-то желание там время провести ликбеж чуть-чуть рассказать именно дальнейшее упражнение конечно 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 увидят что за несколько там например минут можно войти очень хорошо это от нас от мужчин вам друзья дорогие женщины независимо от возраста маленькие вы дамы или юные дамы или дамы в мудром возрасте применяйте эти два приема соединяйте сочетайте и вы всегда будете чувствовать себя с ясной головой и уверены в себе и все вопросы будете решать легче спасибо александр спасибо тебе рекомендации от очень известного тренера который тренирует боевым искусством и взрослых и подростков и такой молодец спасибо александр до встречи до встречи